Мужчины. Топ процедур для лица и тела. Именно те методики, которые связаны с мышцами. Мужчинам это больше откликается, им это более понятно, потому что так или иначе физнагрузка у мужчин присутствует в чуть большем объеме, чем у женщин. Я хочу рассказать сегодня о двух технологиях, о двух аппаратах, которые работают один с лицом, другой с телом, но и там и там задействованы мышцы. Первая работа с лицом. Аппарат M-Face. Здесь технология работает через аппликаторы, которые наклеиваются на лицо. И очень важно, чтобы не было волосистого покрова в области лица. То есть если есть щетина, борода ее необходимо будет побрить накануне и на следующий день прийти на манипуляцию. Через данные аппликаторы подается два вида энергии. Одна из них это радиочастотное воздействие, которое запускает синтез нового коллагена. То есть мы получаем лифтинг эффект именно в нормальном слое. А вторая технология называется Hi-Face. Это электрический ток определенной частоты, который стимулирует мышцы элеватора. Мы работаем с лобной мышцей и при ее тонизации получаем элевацию кончика брови, приподнимаем верхний веко. Поэтому мы можем отодвинуть поход к пластическому хирургу по этим показаниям. В средней трети лица мы работаем с большой скуловой мышцей, малой скуловой мышцей и мышцей смеха. Эти мышцы элеваторы при их тонизации мы получаем при поднятии средней трети лица и опосредованно через модиолус. Модиолус анатомическое образование, которое находится на сантиметр от уголка рта. В него вплетаются и мышцы депрессоры и мышцы элеватора, которые я перечислил. Так вот, когда мышца тонизировалась и мы получили лифтинг эффект именно в этой части, она опосредованно через модиолус приподнимает нижнюю треть. Это потрясающие просто эффекты и наш организм очень умно устроен. Поэтому работая в средней третьем, мы получаем не только лифтинг эффект в этой зоне, но еще и приподнимаем нижнюю треть, именно область субментального второго подбородка. И не так давно появился аппликатор именно для зоны второго подбородка, он называется субментум. Данный аппликатор интенсивнее работает с подкожевой клетчаткой, он существенно уменьшает объемы жировой ткани в этой зоне и работает с мышцами мускулюс дегастрикус, то есть дублюжные мышцы, которые тоже могут иметь патогенетический механизм увеличения объема в этой зоне. То есть, когда мы мышцы протонизировали, подтянули, эта зона приподнялась. Плюс мы уменьшили напрямую объем подкожевой клетчатки. Конечно, это занимает определенное время. Раз в неделю на курс минимально 4 сессии. В чем большой плюс для мужчин? То есть, эта методика, она комфортная. Мужчины не любят терпеть какие-то болезненные манипуляции. Она абсолютно комфортной по ощущениям. Пациент чувствует легкое разлитое тепло, мышечные сокращения, но без каких-либо нежелательных явлений. А второй момент, это отсутствие реабилитации вообще. То есть, после процедуры у пациента будет легкое-легкое покраснение. На мужской коже это обычно едва заметно. Легкая гиперемия, которая сохраняется 10-20 минут. Все, нет следов от нашего воздействия. Уже есть эффект после одного сеанса, но все-таки нужно сделать курс. И пациент получает результат без воздействия, который может быть видимым после нашей методики. И без реабилитации, без нежелательных явлений. Это первое, что можно проговорить по поводу лица. То есть, есть технология, которая является новинкой на рынке эстетики. На мировом рынке она представлена чуть больше. Уже имеется определенный практический опыт, которым наши зарубежные коллеги с удовольствием делятся с нами. Плюс мы уже наработали свои результаты, которые тоже показываем. И мы понимаем, что с мужчиной это работает очень-очень эффективно. И другая технология, другой аппарат, о котором я скажу, это аппарат M-Sculpt Neo. Он также задействует мышцы. На самом деле, чем больше мы работаем, тем больше у нас накапливается знаний. Мы понимаем, что стареет в нашем организме абсолютно все. И кожа, и мышцы в том числе. И применимо к мышцам в области тела, особенно хочется отметить такое понятие, как саркопения, уменьшение мышечного волокна. Когда мышца ссыхается, скажем так, такую аналогию проведу, уменьшается в размерах, она становится не такая сильная, не такая выносливая. У людей в целом нарушается моторик и координация. И вот чтобы эти процессы профилактировать, конечно, необходимо заниматься спортом. Конечно, рекомендуется при отсутствии противопоказаний, чтобы это были занятия либо с весом собственного тела, либо занятия с отягощениями. Потому что именно они создают хорошую микротравму мышечного волокна. И тогда мышечное волокно существенно увеличивается в объеме при процессах регенерации, выставления и заживления. Чтобы усилить эффект у тех, кто занимается, и чтобы дать определенный эффект у тех, кто вообще не связан с физнагрузкой, нам поможет аппарат МСКАЛПНЕО. Данная методика, она работает двумя энергиями. Одна из них, которая HIFM, это магнитная стимуляция, а другая энергия, это синхронизированный РФ, то есть радиочастотное воздействие, направленное на уменьшение объемов жировой ткани. Итак, эти две энергии работают вместе. Необходимо отметить, что в работе с телом мы стремимся к существенному увеличению объема мышцы. Поэтому получаем более плоские, более втянутые животы, рельефные животы. Мы получаем кубики, если у пациента небольшой индекс массы тела. Если, конечно, мы имеем так называемый пивной живот, даже курс из 8 сеансов вряд ли нам позволит получить заветные 8 кубиков. Но мы существенно можем уменьшить объем живота. Что отмечают все пациенты, и зона живота это самая показательная зона, а можно сделать еще и другие. Так вот, в зоне живота пациенты отмечают втянутость, то есть меняется внутриверсное давление, уменьшается уровень висцерального жира, и это доказанная история. Конечно, мы можем поработать не только с животом, хотя это самая часто запрашиваемая зона. Мы можем поработать с ягодицами, и хотя, казалось бы, это не такая часто запрашиваемая зона, как, допустим, у девушек, тем не менее, это очень важно для работы в плане соматического здоровья. Потому что, когда мы прорабатываем и живот, и ягодицы, мы формируем правильное перераспределение мышечного тонуса. Это как такой хороший мышечный столб, мышечный каркас. И у пациентов выравнивается осанка, уменьшается болезненность в пояснице, если таковая была. Поэтому, конечно, несмотря на то, что зона ягодиц не такая запрашиваемая от мужчин, рекомендуем делать эти две зоны, эффект вы точно увидите лучше. Есть другие зоны, с которыми мы можем поработать. Это бедра и руки. Плюс можно будет еще сделать икры. Те, кто занимается в зале, и те, кто стремится увеличить объемы своих мышц в определенной зоне, и особенно для тех, у кого проблемные икры, они четко знают, что их накачать очень сложно. Мы каждый день ходим, мышцы привыкают к определенной нагрузке, и, скажем так, пробить это состояние, увеличить мышцу, вывести ее на какой-то принципиально новый уровень, сложно. М-скал в этом плане может помочь. И часто запрашиваемая зона для мужчин – это область верхней конечности, то есть бицепса. Мужчины всегда хотят красоваться своими мускулами на пляже, но в целом чувствуют себя уверенно. Поэтому данная зона у мужчин востребованная, с ней можно эффективно поработать. Для разных зон, разные виды аппликатора. Для области живота, ягодиц, они более объемные формы. Для более деликатных мышц, то есть бицепс, он меньше по объему, чем прямая мышца живота. И аппликатор меньшего размера. Поэтому под каждую зону свой аппликатор. И плюс у нас есть еще аппликатор, который называется Эйдж. Эйдж, он позволяет уменьшить талию, если мы имеем высокий индекс массы тела у наших пациентов. Если хочется получить максимальный результат, то рекомендую сочетать два аппликатора. Это Эйдж, который будет уменьшать талию, уменьшать бока. И аппликатор Лардж, который будет уменьшать именно объем подкожей клетчатки в области живота. Два аппликатора работают синхронно, в сочетании, только в зависимости от объема живота. Это может быть либо в один сеанс. Тут важно, чтобы не было наложения аппликаторов, чтобы не было перекрытий тепловых зон. Если мы понимаем, что аппликатор поставили, потом поставили аппликатор Эйдж, и нет перекрытий тепловых зон, пожалуйста, можно проводить спокойно. Если такое имеется, то, конечно, лучше развести в несколько дней эти процедуры. Данная методика, она также курсовая. Также минимально 4 сеанса. Вообще число 4 в БТЛ магическое, потому что именно на этом количестве оценивается, насколько мы получим уменьшение жировой ткани, насколько мы получим увеличение объема мышцы. Если говорить про женщин, мы будем получать уменьшение диастаза, в том числе такое небольшое отступление. Поэтому, конечно, важно дать какие-то общие вводные данные, сколько сеансов дадут какой результат. Отмечу, что при проведении методик по телу важно ответственно подойти к этому мероприятию. Не получится так, что мы делаем М-скалп, вы начинаете худеть, но при этом очень много едите. Физиологию не обмануть. У нас максимально эффективный аппарат. Он круто работает. Но если не соблюдать калораж, если потреблять калории намного больше, чем мы с вами тратим, никакой волшебной таблетки не существует. Поэтому немного подкорректировать питание, добавить белок в рацион, потому что на переработку белка тратится очень много энергии. Плюс белок это аминокислоты, которые позволят формироваться мышцам лучше. Мышца будет более объемной. Аминокислоты как строительный материал для синтеза именно мышечной ткани. Поэтому соблюдая данные рекомендации, мы получаем уменьшение в объеме талии в среднем на 5,9 см. Увеличиваем объем мышцы. И плюс ко всему этому имеется доказательная база. То есть есть гистология, есть ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-изонансная томография. То есть методика на рынке уже давно. Она очень хорошо изучена с прогнозируемыми результатами, что очень важно. Поэтому, дорогие мужчины, есть технологии, которые позволят выглядеть молодо, подтянуть овал лица и поработать с телом. Убрать объем подкожевой клетчатки, нарастить мышцы. Все это эффективно, без боли, без реабилитации.